Всем привет! Это видео будет интересно тем, у кого есть накопительный бак с питьевой водой. Ну, вода может быть из скважины, вода может быть из водопровода, вы можете ее накапливать по разным причинам. Но часто так бывает, что такой бак, он начинает пахнуть из-за того, что в него попали бактерии и какая-то органическая составляющая. Она попадает в него извне, из воздуха, потому что бак то наполняется, то опорожняется, и у него есть воздухообмен с внешней средой. И эти бактерии, они в дальнейшем попадают к вам в воду, и вода становится не питьевой. Технология обработки такого бака имеет три варианта решения. Один вариант – это ультрафиолетовый свет, о нем мы и будем говорить в этом видео. А два других варианта – это обработка с помощью химии и обработка с помощью фильтрации. Если вы используете фильтрацию, то вам картриджи нужно менять раз в 4 месяца, независимо от того, пользуетесь вы этой системой или нет. К тому же на фильтрах для фильтрации питьевой воды, ну, угольных, на них возникает довольно большое падение давления, и они довольно дорого стоят. Варианты с внесением химии, они не прибавляют в качестве вашей воды и не прибавляют в качестве вашей жизни. Более того, в автоматическом варианте исполнения они довольно дороги, а в ручном варианте они требуют просто ежедневной работы. То есть вам придется ходить к баку, в него что-то дозировать. Это очень неудобно, поэтому ультрафиолет здесь наиболее предпочтительный. Я провел эксперимент с именно такой системой. То есть я использовал ультрафиолетовую лампу, которая была размещена сверху бака. 500-литрового эксперимента я проводил в течение 30 дней и получил очень хорошие результаты. Предварительно я обработал бак раствором гипохлорита натрия для того, чтобы освободиться от того большого количества бактерий, которые были в особенности внизу бака, куда ультрафиолет, если лампа размещена наверху, не достает. Результат меня очень порадовал. Практически в первое же применение запах прошел, и через неделю я пользовался питьевой водой. Но питьевой, естественно, можно пользоваться только в том случае, если уверены, что она действительно питьевая. Сколько стоит такой комплект? Он обходится порядка 6-7 тысяч рублей. Он состоит из четырех предметов именно по комплекту ультрафиолетовой лампы. Такой комплект у нас есть в виде коммерческого предложения от компании, которая этим занимается. У них цена комплекта составляет 4 675 рублей, с учетом даже упаковки. Если вам нужно ЭПРО для установки во влажном помещении или на улице, тогда вам придется доплатить еще примерно полторы тысячи рублей. И дополнительно вам нужен фитинг. Я его покупал в Метизах. Он называется соединитель для резервуара. Вам придется его рассверлить, потому что в нем внутри есть ребрышки, которые мешают туда просунуть чехол и просверлить его заглушку. В итоге у вас получится вот такая вот штукенция, которую вы поставите в свой бак. И она будет также и фиксировать внутри фитинга чехол на такой вот платной резинке от того, чтобы он лопал во внутрь бака. Значит, лампа выглядит ультрафиолетово вот таким вот образом. У вас будет примерно такая же. Может быть там концы будут не зеленые, но это не принципиально важно. Для того, чтобы установить эту всю систему, вам понадобится 550 мм свободного пространства. Просверлить в нужном месте отверстие. Это где-то на 50 мм выше, чем максимальный уровень воды в баке. Также разместить лампу таким образом, чтобы на нее не попадали брызги воды. Это важно, потому что если в вашей воде содержится гидрокарбонат или железо, а скорее всего они содержатся в каком-то количестве, то на чехле лампы достаточно быстро будет образовываться налет и вам придется его чистить. А в питьевом баке это делать неудобно. Так что освободитесь сразу от такой работы. И обратите внимание, что лампу ставить без чехла нельзя, потому что на ней есть тоководы. И из-за этого при попадании воды кому-нибудь может просто ударить током, а то еще похуже. Переходим к тому, с чем это синхронизировать. Вы должны подключить лампу к скважинному насосу. Это будет идеальный вариант. Если вы подключаете к скважинному насосу, обратите внимание на то, как часто этот насос включается. То есть если он включается 1-2 раза в день, это нормально. Если он включается 5-10 раз в день, это не очень хорошо, потому что ресурс лампы составляет примерно 5000 включений. На больше она не рассчитана, поэтому у вас будет ограничение по сроку службы, именно по включению. Второй вариант подключения, он годится не для всех баков. В отличие от первого, первое годится и для пластикового, и для стального бака. А второй способ, он годится только для стального бака, потому что постоянное подключение лампы к электричеству, постоянный ультрафиолет, он будет достаточно сильно облучать пластик. И пластик может уже начать портиться менее чем через год. Производители по этому поводу ничего не говорят. То есть они говорят, что типа наш пластик не разлагается. На самом деле большие дозы ультрафиолета, они разлагают любой пластик, и это нужно иметь в виду. То есть через полтора года вам придется поменять лампу, а если бак пластика, возможно, что и сам бак. Но я этого точно не знаю. Рекомендую, потому что покупать только фирменные лампы, потому что не фирменные, такого режима могут не выдержать, они могут не проработать и половину срока службы. Важный момент для подключения к синхронному с насосом. Если вы подключаетесь вместе с насосом, ограничьте скорость подачи воды в бак 15 литрами в минуту для лампы 21 ватт. Или пересчитайте скорость подачи по приведенному коэффициенту. Вот там у вас есть приведенный коэффициент, вы по нему можете рассчитать. Далее, как вам это все запустить? Вам нужно, во-первых, помнить о том, что если вы включаете ультрафиолетовую лампу в розетку, то обязательно используйте солнечные очки, как минимум, потому что ультрафиолет очень вреден для глаз. То есть вы недолго посмотрите, а потом глаза у вас будут болеть. Второй момент важный состоит в том, что если в нашем случае лампа находится наверху, то в нижней части бака, там где уже скопились у вас бактерии, ультрафиолетовый свет доходит слабо, и здесь вам придется изначально провести обработку гипохлоридом натрия в указанной дозировке. Вот здесь указаны 6 мл на 500 литров у вас. Значит, это гипохлорид натрия, это у нас бытовое название белизна. Используйте такую дозировку или больше, если у вас баксильный зарос. Но учтите, что если вы используете больше, то такую воду уже использовать для бытовых нужд нельзя. Откуда взялась такая дозировка? 1,2 мг на литр, это стандартная дозировка, которая добавляет водоканал в городские водопроводные сети, и эта дозировка считается безопасной. Значит, поехали дальше. Как это все в итоге работает? То есть у нас есть система стандартная, когда ультрафиолетовая лампа в таком чехле устанавливается в проток воды, и проплывающие мем бактерии, они погибают от облучения, и на этом как бы все и заканчивается. То есть органическая часть этих бактерий, она остается в воде, и если у вас где-то в водопроводе поселились бактерии, для них эта органическая часть является пищей, и они будут продолжить жить и размножаться. Бактерии могут находиться в бойлере, могут находиться в мембранном баке, могут находиться просто в трубопроводах, поэтому этот вариант, он имеет вот такой вот недостаток. Наш вариант такого недостатка не имеет. Мы изначально говорим о том, что у нас вода из скважины питьевая, там бактерий у нас нету. Мы облучаем воду только с поверхности, и при этом самое главное, что мы облучаем воду. Воздух, который попал в бак. И таким образом все бактерии, которые попали в бак, они погибают, и более того, кроме того, что они погибают, они становятся уже неорганической пищей для других бактерий, а фактически они пережигаются нациумом ультрафиолетом до воды и углекислого газа за счёт того, что они сгорают в кислороде воздуха. И в сухом остатке, когда вы эту систему запустите, у вас останутся вот этой вот слизи, которая была по поверхности бака тонким слоем, у вас останутся только лишь гидроксиды металлов, которые у вас есть в воде. То есть кальций, магний, железо. Если железо будет, у вас скорее всего рыжеватый налёт, если это будет кальций, магний, то это будет беловатый налёт. Может быть, эта же плёнка окажется и в воде. На этом как бы всё. Пишите комментарии под видео. Буду рад на них ответить. До свидания.